Утро на Болткоме Утро на Болткоме Я думаю, что нельзя сравнять эти все акции, потому что то, что случилось в 1991 году и в 1095 году, это было совсем другое. Это были мирные демонстрации, которые случались до того и после того, но эта сила и насилие шло от властей. И это немножко что-то другое, что погромы, когда вроде мирная демонстрация, она превратилась в погром, который совсем недавнее происшествие. И, наверное, надо говорить о совсем других причинах, почему это случается, потому что такие мирные демонстрации, они везде, мы можем их видеть, найти. И не обязательно это кончится насилием. И в 2005 году эта демонстрация вообще-то была мирная. Люди хотели каких-то своих интересов. Но это насилие началось со стороны власти. Если мы смотрим на погромы, которые, наверное, очень интересны, потому что, может быть, в Латвии это не такая традиция. Например, там есть общества, в которых они более присутственны, как, например, в Великобритании, в Лондоне эти погромы, они довольно часто случаются. И они случаются, когда у людей есть такое чувство, это не обязательно, что они объективно вырваны из общества или семьи. Но когда у них есть такое субъективное чувство, что терять нечего. И вот эти люди есть, наверное, в многих обществах, но, наверное, такое критическое количество у нас не было достигнуто. Потому что этот риск для радикализации и таких антиобщественных действий, он тогда, когда у человека нечего терять. Когда нет работы, нет о ком заботиться. Когда другие, кажется, недостойны моего внимания или заботы. И это не о других, а об этом человеке, о его жизни. И причинами могут быть и личные какие-то особенности, может быть, нарциссисты или жизненный опыт, или не научились любить других или какие-то потрясения в жизни. И всё это создаёт этот риск, когда этот человек может оторваться, и его можно использовать и в погромах, и в каких-то радикальных акциях. Но почему вот именно в 2009 году эти события произошли, а с тех пор мы видим такую, скорее, апатию, пассивность? Здесь многие говорят о пассивности общества, и Юрис Розенвальдс, например, выдвигал предположение, что, может быть, эмиграция, то есть большое количество активных людей, уехавших, как раз и создаёт такую ситуацию, что сейчас уже такого рода события невозможны. Нет, я думаю, что это был год после экономического кризиса, и более людей потеряли эту, наверное, надежду, веру, что они что-то могут. У очень многих просто был этот риск, когда нечего терять. Ну вот сейчас мы видим ситуацию тоже, связанную с экономическим кризисом, поскольку многие люди теряют работу или теряют заработки из-за коронавируса, и это вызывает очень резкую реакцию. Многие люди выходят и тоже протестуют против того, ну, срываются. Мы видим ситуации просто бытовые, когда люди отказываются надевать маски или подчиняться каким-то требованиям локдауна. Вот в этом вы не видите опасности повторения вот этих событий? Ну, это, наверное, зависит от того, были ли эти люди, ну, по крайней мере, субъективно доведены до этой грани. И очень важно в этой ситуации политически дать это чувство, что вот меня там не покинут, что мне будет заботиться, что есть что-то, что мне есть терять. Если я вот пойду на этот путь радикализации, то я потеряю что-то очень важное. Но если у нас нечего потерять, и мы как-то, ну, начинаем жить такой только жизнью, где вот очень важно только, что я думаю, что не другие, там уже возникает эта опасность. Это не всегда, ну, это будет случайно. Надо кому-то-нибудь, ну, спровоцировать, начать эти ситуации. Мы видим, что есть и силы, которые они используют для своих политических целей этих людей, но которые более, может быть, страдают от этого кризиса. Потому что очень эти механизмы отпоры очень-очень важны, чтобы они покрыли более часть населения. И у нас еще один фактор риска есть, потому что очень низкое доверие власти, правительству вообще, и официальным лицам, как президенту. И это тоже очень опасно, и может, если эскалирует с этой ситуацией, или мы, если будет ухудшение жизненных условий, то это подвергает нас всех риску. Это не только то, что каждому какому-то человеку очень трудно будет выжить, но это и риск для всех, потому что вот этот порядок, в котором мы живем, более людей будет недовольны, и им не будет чего терять, если этот порядок кончится. Вот как сделать так, чтобы людям было что терять? Какие, может быть, советы, я не знаю, вы могли бы дать политикам? Как рассылать смс-сообщения, которые бы могли, например, человек, получая смс-сообщение, он бы мог чувствовать, что о нем заботятся, о нем проявляют заботу, ну, во всяком случае, он не чувствует себя брошенным, одиноким, или какие-то другие вещи? Ну, я думаю, что мы получили, я думаю, я получила, по крайней мере, две такие сообщения, что правительство о мне заботится, одно было от полиции, одно, другое было от вида. Когда я получала их, я как-то, ну, не очень хорошо тебя почувствовала. И, ну, наверное, то, что надо делать, это надо слушаться, что людям нужно. И вот мы сейчас читаем, что вот все эти парикмахеры, и вот это, которые в этом работают, в этой сфере, где сейчас нельзя работать, и у них государство, ну, как-то не покрывает эти... Ну, да, и да, ну, то, что они... И они как-то, ну, остаются за бортом, и надо думать об этом экономическом, об обеспечении людей, и чтобы и людей была, ну, какая-то надежда, чтобы мы знали вперед, ну, если там будут какие-то еще ограничения, и что со мной все будет хорошо. Это не только то, что мне там будет посылать какие-то, ну, месседжи, что вот тебе вот это делать или это, или не волнуйся, но мне надо как-то увидеть, что вот у нас есть план, что если вот случится это, то у тебя мы будем, ну, 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 ты получишь это, и не надо там волноваться, все будет хорошо, что ты можешь пойти. Вот эти службы, они тебе помогут, что это не только твоя забота или твоя проблема, что вот мы здесь, и мы тебе поможем. И, ну, вот это даже не такая объективная ситуация, что вот негде искать помощь есть, социальные службы, они помогают в этой ситуации кризиса, когда нет там денег или есть какие-то проблемы в семье, но у нас есть и субъективные, ну, люди не всегда пойдут в эти социальные службы, и, ну, как-то надо достигнуть вот этого, ну, субъективного ощущения. И мы исследовали этот предыдущий кризис, и там очень важную роль сыграли там семья, даже там дальние родственники, друзья, которые помогали тем, которым было хуже. И то, что вот эта сеть такого, ну, дрожь и безопасности, она была создана в этом общественном уровне, неформально. Но у этого общественного уровня есть, ну, какие-то ограничения ресурсов. Потому и очень важно, ну, как-то понять, ну, во-первых, что людям нужно, что их беспокоит, и потом уже, ну, не только вот завтра принять какие-то меры, и вот завтра не можешь там колготки купить, а что мы сможем делать завтра. И вот эта уверенность, и это отношение, ну, заботы не только, ну, то, что мне не о ком заботиться, но и что государство всегда будет заботиться о мне, вот это и очень важно, это создаёт вот эта сеть, которая удерживает людей от какой-то радикализации или каких-то дурных действий. Ну, вот вы видите возможность такой действительно радикализации в ближайшее время, учитывая то, что, ну, все в один голос говорят, что ситуация, ну, вот ухудшается, ухудшается, и, во-первых, люди видят, ну, слышат негативные новости каждый день, во-вторых, они на себе ощущают ухудшение материального положения, и, в-третьих, людей, ну, скажем честно, раздражают очень часто эти ограничения, когда они не могут, простите, трусы купить в магазине или там какие-то предметы быта, гигиены, ну, им непонятны вот эти ограничения, почему можно прийти в большой супермаркет, купить хлеб, и тут же рядом на полке лежит предмет, который закрыт лентой, почему я не могу его купить вместе с хлебом, чтобы мне два раза не нужно было идти в магазин. Вот это всё не может привести к каким-то, ну, к какому-то взрыву, действительно неконтролируемому? Да, это, ну, может быть, ну, чтобы люди что-то сделали, там, ну, надо кого-то, кто будет организировать это всё. И мы видели, что, ну, не очень большое количество, но всё-таки люди приходили в эти раллии, которые там поехали в Алку или в Лепо, или в Риге, но то, что интересно, что, ну, мы всё это знаем, мы недовольны, но нет, ну, какой-то, ну, таких этих требований, ну, мы не хотим этого, но что мы хотим? И эти демонстрации, они, по крайней мере, в Риге, они закончились, ну, так довольно скоро мы сказали, что чем недовольны и ушли. Но нет такой, ну, другой программы, что делать. И это, наверное, нас спасает, потому что, ну, мы можем быть недовольными, и это какая-то, ну, возможность для людей, у которых, ну, которым хочется к власти, но нет такого, ну, потенциала или, ну, такого вектора, который, ну, может всех людей поднять на одну волну и каких-то потрясений сагайдит. И это тоже, может быть, очень эролично, у нас нет такой, ну, очень твёрдой стратегии, ну, почему там колготки нельзя, почему там нельзя сейчас купить санки для малышей, потому что нет, и у правительства нет такого, ну, плана, чтобы там, ну, мы знали, что завтра, что послезавтра, что после месяца, или, ну, как мы можем эту ситуацию как-то, ну, изрулить. И, конечно, и парадоксально иронично, что и общество, ну, вообще-то нет такого, ну, капитала, чтобы создать какую-то очень... Общественную организацию какую-то? Ну, какой-то протест, форму какого-то организированного и стратегического протеста. Но скажите, вот, а вот если вы общаетесь, наверняка, ведь со своими коллегами за рубежом, и вот движение жёлтых жилетов, сейчас вот в Америке то, что происходят события, вот, казалось бы, мы всё время берём эти страны, Францию, Соединённые Штаты Америки, в качестве примера, но такого действительно более совершенного, может быть, политического устройства, которое должно сглаживать вот эти механизмы, ну, протестные в обществе. Но, тем не менее, мы видим, что там тоже, ну, вот в последнее время происходят вот эти процессы, и люди недовольны. Вот как, почему, вроде казалось бы, более совершенные политические системы тоже дают сбой? Ну, эти все государства, где это случается, не очень экономически, как сказать, страцифицированы, там очень большая, ну, социальная неравенство. Неравенство социальное, да. Неравенство, да. И в Америке, и в Франции, и в Великобритании. И там просто, ну, по дефиниции очень, ну, многим есть что, ну, нет чего терять. И, может быть, в Скандинавии, где больше этого нравенства, это не свойственные такие акции. Но здесь и другой такой фактор, и этот такой, ну, популизм, который поднимает очень много людей, это немножко другой феномен, что, ну, людям хочется, ну, больше внимания власти, мы хотим верить, что вот очень просто и легко можно навести какой-то порядок, ну, как-то исправить жизнь. И очень интересно, что и не только вот раньше популисты там заботились о традиционной семье, там, против хомосексуалистов или против беженств, беженец, и сейчас это коронавирус, и эта тема тоже пошла в этой среде популизма. И мы видим, что эти популисты, ну, они немножко, это движение отличается от вот таких общественных протестов, как, например, были против Black Lives Matters, и полиция была, вообще-то, ну, очень строга против этих протестов, по крайней мере, в Америке, то, что случилось в прошлой неделе в Вашингтоне, в Капитолии, это, ну, как-то показало, может быть, это, что вот белые популисты, они, наверное, более опасны, потому что, ну, вроде эти люди, которые были у власти, и у власти вот эти ценности, и вот это уже, ну, такая внутренняя, более сложная проблема, и мы видим этот рост популизма везде в Европе, даже тоже в Латвии, и эти дискуссии, они везде, глобально, они фокусируются на те же самые темы, это семья, это национальное государство против вот других, против беженец, беженцев, против, ну, как этого вируса, который тоже, ну, вроде не наш, он китайский и другое, и это тоже, ну, как-то люди, когда это слышат, они как-то можно, могут, ну, как-то поддаться этому, да, на это, и это создаёт немножко, ну, этих погромок тоже создаётся, ну, такое, ну, чувство солидарности. К сожалению, да, у нас время просто завершилось. Спасибо огромное, ассоциированный профессор Латвийского университета и социальный антрополог Айвита Путнини сегодня была с нами на прямой связи, извините, просто у нас сейчас время наше, к сожалению, часа заканчивается. Спасибо вам большое, хорошего дня, до свидания.